А тут Google запускает новый проект Бобулярность. Современные технологии должны помогать всем, даже бабушкам. Поэтому я пришел к своей, чтобы испытать ненаглядное приложение Google. Приветствую, это моя бабушка Вера. Хеллоу! Она горячей любовью любит шоу Максим Максим. Очень обожаю! Собственно, для начала мне типа надо тебе показать, как работает вообще это приложение. Значит, ты нажимаешь сюда на микрофон. На микрофончик. И спрашиваешь чего, ну, чего угодно там, например. Где ближайшая аптека? Возговор с аптека найдены следующие компании, не дальше 550 метров от вас. А когда закроют программу Максим Максим? Когда ехать до роддома Бескутникова? Загруженность дорог низкая. Понятно, где ты родился. Где я родился? Да в этом доме, до роддома родился. Когда будет метро в Новых Химках? Метро в области не будет. Будет легко. Ну что, нам нужно вынести вердикт. Как ты думаешь, приложение Google бобулярно или не бобулярно? Ну я немножко путаюсь, но в целом бобулярно. Короче, испытывайте приложение на своих бабушках и дедушках и распространяйте хэштеги, которые я покажу где-то здесь. Вот такие пироги. Цените и любите своих близких, ну а мы начинаем. А что начинаем-то? Ну, в смысле я свой обзор начинаю. Ну, не суть. Приветствую. Помните ли вы славный 2002? Год, когда вышел ледниковый период. Год, когда наше детство стало мальца веселее. Блюзка сделали чудесный ламповый мульт. Но тогда, в 2002, они оставили нам послание. Вспомните сцены с серединой пещерой, когда звери наткнулись на... Тогда мы просто хихикнули, но это было начало. Начало конца! Ледникового периода хватили продолжения, игры, короткометражки. С каждой частью они были все абсурднее и абсурднее. И все дошло до четвертой части. Очень хилый и скучный. После которой создатели сказали, что квадриквел это фенита ля комедия. Но вот красный геволюнок 20 век Фокса взял верх, и это вылилось в пятую часть. Что она из себя представляет? Ну, в общем, понятно. И да, это второй мультразнос мультфильма «Ледниковый период столкновения» неизбежно. Напоминаю, что это мое мнение, я прав, вы не правы, короче, погнали. И так мульт запузырился. И да, Блюзка и даже своему логанию могут удержаться от долбанного скрыта с желудем. Суйте его уже в каждый кадр, что вы! Вселенная. Бескрайний простор пространства и материи. По канону скрыт является зачищником всего ужасного. До третьей части у него хоть было какое-то развитие, даже любовная линия. Но с четвертой он просто застагнировал со своим маниакальным желанием засунуть желудь куда-нибудь вглубь. И естественно, все идет через жопу, и скрыт совершенно случайно находит летающую тарелку. Пу-пу-пу, какой же это абсурд. Да, Ледниковый период и раньше клал огромный болт на реализм, но это уже из ряда вон. Представьте, что выходит Иван Васильевич вменяет профессию 2, где всех героев отправляют в космос. А что, если в этом мире есть машина времени, значит и летающие тарелки могут существовать. Абсурд, да? Вот и столкновение неизбежно, абсурдная херня. По своей прекрасной тупости скрыт угоняет НЛО. А сколь мощная летающая тарелка, однако, может сбивать и даже уничтожать планеты. Мы прям, видимо, в сладких грезах Зака Снайдера. Ох уж эти великолепные звуки. И да, Белка создала вселенную, на нее уже божиться надо. Хотя, стоять, получается, герои до сего момента жили без солнца? Ой, бедные дети, которые примут это все за чистую монету, да еще будут упираться от реальных фактов. Да успокойтесь вы, хватит! Что происходит? Добавьте сразу взрывов, штук 200. Но сценаристы не думают успокаиваться. Даже боюсь предположить, почему на корабле есть костюм, который так идеально сидит на белке. И даже есть костюмчик для желудя. Ах, абсурд, абсурд, абсурд. Ах, абсурд. Короче, все. Желуд в открытом космосе, фенита ля комедия. Да сдохни ты уже! Мультяшки из кролика Роджера таких кульбитов бы не пережили. А у тебя даже костюм целехенький. Каким елдосом тут появился желуд, когда он 30 секунд назад улетел в противоположном направлении? Ответ никто, наверное, не узнает. И да, криптонитовый желуд разломал астероид, и одна его половина полетела в сторону Земли. А белка продолжает драть физику с гравитацией в хвост и в гриву. Ну вот мы на земле, и вроде бы все дружно, мило и... Мамонт против мамонта! Мужик против мужика! Мужик с мадамой! Мадама чемодана! Можно ли придумать еще более бесячих персонажей? Очень сомневаюсь. Ладно, я переживу этих идиотов, но... Тачдаун! Стоп, нет, не то, не тачдаун. Как же это? А ты еще кто? Немноговато ли придурков на один квадратный метр? Что, опять надрали задницу? И кого тут не драли? Еще как драли. Кто-то отличный мультик отодрал. Да, основной конфликт крутится вокруг того, что дочка стала уделять много внимания молодому человеку. О, спасибо, Джулиан. Мне так давно никто не дарил цветов. А, нет, Мэнни мало уделяет внимания Элли. О, черт возьми, пожалуйста, не надо! Мы наблюдаем за любовными коллизиями мамонтов. Это просто охренеть! Напомните, о чем там был первый мульт? А, история о дружбе и героях, которые спасали ребенка, превозмогая холода. А что сейчас? Добьюк-ти вид моих отей! Ты станешь моей подругой из жизни, любимая? Иси туда же. Кажется, в этот раз мы базарим об одной долбанной любви. Гы, долбанная любовь. Ведь это девиз любого плохого сценария. Если ты не знаешь, какой конфликт придумать героям, то придумай любовные тяжбы для них, не прогадаешь. Я хочу спросить! Да, вы теперь слишком висячий идиот. Вас слишком много! Не могу. Кольцо, конечно, классно, но я не могу. На аватарке ты куда красивее, чем в жизни. Как же здорово, когда герои разбрасываются современными словечками. Какая к чёрту аватарка? У меня даже воображения не хватит представить социальную сеть дневникового периода. Максимум флинстоуны. Но главное сморозить хрень. Энни, мы рисуем эту проблему. Ты из-за бикини, что ли? Ай! Это ленивец. Какое к чёрту бикини? Чё вы несёте-то? Глаза так болят. Или душа? Это у меня душа болит. Как же мерзко. Тем временем мы видим, что животные выстроили себе целый социум с барами и социальными, сука, сетями. И прочими видами быта. А мне казалось, что в оригинале речь идёт об обычных животных. ХА! Женщины. Да, женщины. Но вдруг сегодня она захихикала? Вот поэтому я и не женюсь. Ну всё, приехали. О чём говорят мужчины в сеттинге дневникового периода. Каев. Есть тут кто-нибудь? После того, как мы переживём очередную ораву кривляни Сида, нам снова напоминают о космическом маразме и... А-та-ра-та-та, притормозите, Эмельен. Десять минут назад Жёлут вместе с астероидом отправился к Земле. Как он снова в костюме-то оказался? А-а-а. И вернувшись на тарелку, позалипав на Землю, ничего не громив целых сорок секунд, он случайно меняет уровень гравитации, и это настолько странно, что даже крипово. А-а-а. Ай, придурки, вы меня хотите заикой сделать? Фу, помните серию, где Питер Гриффин все кости потерял? Вот именно с Гриффинами этот момент у меня ассоциируется. После столь информативной сцены мы возвращаемся на Землю и узнаём страшную вещь. Главный конфликт у нас будет посвящён тому, что Мэнни забыл о годовщине свадьбы. С годовщиной, дорогой! Годовщина? О, не. А больше сценарных перипетий вы сможете узнать в моём пособии «Конфликты для тянников». Теперь ваша очередь, большой Эм. Да, посмотрим, что ты подаришь Элли. Так что Элли ты ему подарила, кроме непонятного скримера. Сюрприз! Давайте ещё раз поприветствуем Элли. Он забыл? О! Да, падай в обморок. Вы тебе точно должны быть интересны чужие семейные тяжбы. Ну вот чудо. На Землю летит астероид. Очень удачно в сопровождении... Салютов? Весёлая астрономия, как я тебя обожаю. А ну да, тут ещё вы есть. Я всё представляю нашего малыша здесь. Он был бы лучшим. В любом случае, мы это уже обсуждали, Диего. Дети боятся нас. Да, но почему? Больше конфликтов, больше! Мне так будет вас не хватать, когда мы уйдём. Ам, вообще-то я им ещё не сказала. О-оу. И вы, да? Мгм. Ну пожалуйста, остановитесь. Они ещё не знают, что на них несётся астероид, а меня уже загрузили по самые гланды. Что дальше? Первые месячные персика? Ну наконец-то герои раскрыли глаза пошире и видят неминуемую опасность. Дурачок, просто скажи, о, смотрите, комета. Или ты реально уверен в том, что никто не заметит здорового камня, несущегося на землю? Всем надо уходить и прыгнуться, и укрыться. Эй. Да покажи ты на комету, вон она. Ну наконец-то. Метеоритный дом! Я полагаю, это часть твоего шоу для меня. Дура, на вас кометы летят. Может, тормознёте? Короче, начинается глобальный обстрел, герои бегут в укрытие, и даже в столь ответственный момент умудряются хохмить. И... О, ещё один клоун! Роскошно! Помните краба Себастиана, Тимона и Пумбу, дракончику Мужу? Можете смело забывать. Кажется, Блюскай забыли, что нужно брать не количеством, а качеством. Конечно, Ласка это не самое худшее, что можно было придумать, но тем не менее. Поздравляю, Ласка! Ты подписал свой смертный приговор. Вот что примерно представляет из себя сценарий ледникового периода 5. После динамичной погони, Бак совершенно случайно видит свечение астероидов. И именно в эту же минуту находит пещеру с неким камнем пророчества. Ох уж этот мобильный мир ледникового периода. Может, ещё реклама сюда удобно приклеится? На сегодня я вам рекомендую игровой канал Ксении Гудхантер. Девушки-геймерши, где вы найдёте атмосферные, вместите им забавные летсплеи, обзоры игр и сериалов, а также впереди вас ждёт много-много всего интересного. Подписывайтесь, ссылка в описании. Ой, что это было? Бак поднимается на волю именно в том месте, где обитают главные герои. Тащит с собой пророчества и говорит, что всем кобздец. Бак доносит месседж, что астероид фигачит Землю раз в миллион лет в одно и то же место. Более того, по картинке он определяет, в какое именно. Более того, находится оно неподалёку от героев. Как же всё удобно. И вот они собирают... Так стоять! Если динозавры в своё время спаслись от астероидов под землёй, то что помешает и главным героям там спрятаться? М? И вот идут они слоумо. И, конечно же, один из них смешно упадёт. Ну ладно, года в четыре мне бы это показалось смешным. Наверное. Ну да, за ним ещё и динозавры в придаче начинают гнаться. Они хотят грохнуть Бака, но и об астероиде они в курсе. Зачем тогда вообще гнаться? Он убьёт Ласку и всех остальных, пока мы будем безмятежно парить в небе. Чего? Это будут наши райские кущи. Это совершенно неправдоподобно. Они даже сами создают ёбичность этого плана. Ну привет, скрет. Что там у нас дальше? В тебя чужой вселится? Ну тоже неплохо. Можно мне больше не показывать белку? Это уже напрягает. Удар по яйцам. Ура! Как я долго этого ждал. О, жёлудь панус. Всё, можем заканчивать мультфильм. Мне кажется, это прекрасное место, куда можно запихнуть этот сраный жёлудь и не доставать его никогда. Тем временем, герои начали своё путешествие с крупного плана... Говна. А вот это кака? Ох, чё ж так пиздато-то, а? Ладно, обычно приключения в ледниковом периоде очень громоздкие, но увлекательные. Герои встречаются с комичными или трудными препятствиями, но они их преодолевают и идут дальше. Может и сейчас они не оплош... Ты моя единственная любовь. Да что вы. Какие приключения астероиды? Ведь мамонты решают, как встретить свадьбу. Обалденный квест, да? Они просто идут и трещат, трещат, трещат. Ну я знаю, почему так тяжко. Давайте посчитаем количество персонажей. Кхм. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... Ну и двенадцать. Не многовато ли для полуторачасового мультика? Герои натыкаются на ораву магнитов, решают найти их место скопления, отфутболить комету куда подальше. Какие ж умные черти. Не мудрено, ведь у бака в башке живут пифагор и робот. Откуда он вообще о них знает? Далее они натыкаются на речку именно в этот момент. Благодаря скрету через землю летит луна и магнитит в воду. Как же, чёрт возьми, удобно. Именно в это место на землю летит электромагнитная пыльца. Ге-гей, бабка умирает, а она воскрешается. Ну ладно, хоть какое-то подобие движухи. Персик! Джулиан, не надо! Да, Джулиан, не надо. Ведь я молодая, свежая, перспективная, именно поэтому я готов сейчас так глупо умереть. Хоть Диего остаётся невозмутимым и постоянно выражает мои мысли от просмотра сего мульта. Эй, долбанутые! Это не сработает. Теперь нам будет чем поиграть перед смертью. Не делай так больше. Ну благо они сбегают. Фак, стой! Он погиб. Я раскрою тебе секрет, Элли. В этой франшизе невозможно сдохнуть. Далее Перси решает отдохнуть, поиграть дочке матери, хоккей. Почему бы и нет? Эй, Перси! Тупые вы болваны! На вас несётся огромный астероид, который уничтожит всё сущее. Может, хоть что-нибудь предпримите? Тем временем, птеродактели-хренактели крадут бабку и тут начинается... О нет, я вижу свет в конце тунеля! Бля, ну типа через очко его смотрят, ну вы поняли. Я вижу в сценаристах заселя любителей филейной вырезки и башутки прошопа, начинают немножечко выгнетать. А может и множечко. С тобой предокрест, свет и назад! Ах, зад! резиновая бабка спасается и герой сразу натыкается на будущее место падения и все это все приключение вы буквально два шага сделали от привала оказались на пункте назначения кричащий бабуля привела героев к зайцу-массажисту очередному огромному зачарованному миру как же он поражает так стоять сука это же джунгли из аэродинозавров их просто кристалликами заполонили охереть о нет там не хватает еще одной любовной линии не так ли да это место представляет из себя магнитную мишень где обитают единорожки звери живут вечно и все любят друг друга кажется я знаю как будет выглядеть мой ад когда я умру натыкаются они на главаря ламу который вообще не соображает что скоро на них огромная глыба рухнет и вместо того чтобы что-то предпринимать он предлагает расслабить члены давайте расслабим наши члены и распахнём наш маски бегите пока не поздно я их задержу веселая цыпа жрёт жрёт господа чтобы сделать нового персонажа ярким и колоритным не обязательно стройте из него шута горохового посмотрите на недавнюю в поисках дори осьминог хэнк является антиподом всех классических диснеевских клоунов харизмы обаяния у него от этого меньше не стало даже наоборот да после кривляний лам они просто смирились и сели черт возьми да что же с вами не так может опять поразмышлять о семье бы все отдал чтобы она вышла замуж благо мы располагаем изящными роялями в кустах ленивец девочка влюбляется в сида тот хочет подарить ей бриллиант и проблема решена герои решают скинуть все кристаллы в жерло вулкана чтобы отмагнитить астероид ну короче тут и динозавры и пятое и десятое теперь прикончил его я просто поражаюсь я уже устал это повторять но вот сейчас астероид пизданет для чего тогда вообще эти динозавры мульти без антагонистов трещит по швам причем это вообще неуместно если бы на землю надвигался глобальный потоп то окей эти бы персонажи спаслись но тут вы все подохнете надо срочно увести всех с вулкана какая нахер колбаса откуда ты ее взяла или ты из чужих кишков ее связала и вот за долю секунды летуны становятся хорошими герои бросает огромный кристалл жерла но он слишком тяжелый и тут у меня конечно была хлипкая тройка по физике но мне кажется гипотетически это невозможно и каким-то фантасмагоричным винтом они спасаются ух ты геронтофилия как это мило или мерзко я еще не определил только чёшь вы просто сделали седые волосы когда по факту она должна была выглядеть примерно так да засали и вот астероид улетел далекие дали старички остаются в разрушенной геотопии они все прощаются печаль а нет камешек падает из космоса прямо в воду и в ту же секунду они все помолодели как же круто короче мамонта играть свадьбу девочка ленивец возвращается которая почему-то за пределами источника также молода песни-танцульки вальгу платит одесс невесты это традиция которую я только что придумал стоп это куром настой посмотри сколько ты взял за цветы блять вы в четвертичном периоде ну какой к черту счет вас же нет денег или вы платите желудями кстати о кретинах марс почему жизнь не смогла удержаться здесь куда исчезла вода возможно мы этого не узнаем нет 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 сейчас вы так легко не отшудитесь белка только что целую планету уничтожила миллионы живых существ моментально превратились пепел и все засраны белки черт возьми скрэд хуже звезды смерти в один прекрасный день он и на землю налетит все спалит к херам и состоятелем будет уже не так смешно его нужно уничтожить и разрешитить а в первой части он еще и заморозился на 20 тысяч лет белка будет жить вечно это был ледниковый пульта вообще закончишься ну давайте похерачить его дверьми сотый раз и был уже каким-то демонизмом занимается все это разрушение катаклизмы катастрофы и самое жуткое его невозможно убить а вдруг это дьявол посланный на землю за наши грехи это было столкновение неизбежно сущая катастрофа а не мультик миллион одноклеточных персонажей скучный сценарий вымученные шутки про жопы абсурдное действие анимация конечно красиво но она ни грамму не оригинально все исполнено в каких-то фиолетово тусклых тонах что неимоверно печали такое чувство что сценарий столкновение неизбежно писал сит он такой ребята отец а вам такой сценарий за пузылью и получилась вот такая же ледимая фигня которая по сравнению с предыдущими частями собрала катастрофически маленькую сумму плюс кай я пожму вашу благородную руку спасибо что уничтожили мою любимую франшизу ухты ну ладно спасибо всем за внимание вступайте в группу пальцы вверх и всем пока а как вы знаете совсем скоро моему каналу исполняется 5 лет и в честь этого несколько объявлений первое сходка сходочка для москвичей пройдет в эту пятницу в антикафе гектайм все подробности на экране будем ждать вас второе стримы честь юбилея проведут три эпичных 18 часовых стрима расписание время вы видите на экране буду ждать вас ну и третье в честь пятилетки мне бы хотелось чтобы вы прислали всяких приятностей по типу артов росписи на сиськах женских мужских принципе неважно возможно среди работ я найду дарование которое поможет с оформлением канала и группы но это уже детали если хотите отправляйте мне на почту или в личку а еще сайтом semaki.ru мы запускаем мой мини магазин там много клёвого фирменного мерчендайза если вы хотите ту же релакс подушку с надписью чак то заходите ссылочка в описании а